Всем привет дорогие друзья! С вами Катя и в сегодняшнем мастер-классе я научу вас, как плести трубочки из газет. Раскрою некоторые секреты, как они у меня получаются такими ровными и длинными. Вот эти трубочки я плела из газет, а эти трубочки я плела из рекламок, из магнита или пятерочки. Из вот таких. Эти трубочки получаются немножко покороче, чем трубочки из газет. Сейчас покажу вам для сравнения. Эта трубочка из магнита, а эта трубочка из газет. Например, трубочка из газет намного мягче, а эта трубочка пожестче. И когда вы плетете трубочками из газет, плетение получается намного тверже и нет пустых дырочек. Ну что ж, приступим. Для плетения трубочек нам понадобится клей, спица. Спица я не скажу, какого она у меня диаметра, но она у меня не очень толстая. То есть можно посмотреть, не очень толстая. В принципе, если вы будете прийти из любой спицы, она у вас получится. Вместо спицы можно взять длину шпажку, вот, или какую-то палочку тонкую можно приспособить. Также понадобится канцелярский нож или ножницы. И, конечно же, газета или такая вот брошюрка. Берем газету и разрезаем ее. Сначала я беру и разрезаю ее здесь. Сворачиваю пополам. Разрезаю. Еще раз сворачиваю пополам. Не переживайте, если они у вас будут немножечко неровные, эти полосочки. И так же сворачиваю еще пополам. И разрезаю. Вот из таких полосочек мы будем крутить трубочку. Так же. Так. Берем трубочку. Берем полосочку. И берем спицу. Сейчас покажу, как я накручиваю. Я ложу спицу вот под таким, как бы, уголком. Делаю вот такой угол. В общем, ложу спицу под таким уголком. Положили. Я ставлю спицу. Закручиваю вот так вот этот уголочек. Видите, вот так. И немножечко прижимаю. И немножко делаю вот так. И теперь мы берем и закручиваем ручками на спицу. Теперь я кручу вот так вот и держу руку. И в конце уже поднимаю и сама вот так вот подкручиваю. И когда у нас остается вот такой кончик, мы берем клей. И капаем капельку клея. И вот так вот я немножко, знаете, прокручиваю вот так на этом месте, где я капнула клей. И немножко, как бы, надавливаю, но не сильно, чтобы она у вас не промялась. Вот так вот. И немножечко надавливаем, чтобы она... Если у вас трубочка раскручивается вдруг, то не переживайте, подклейте еще раз клеем. И теперь убираем со спицей. Вот, получается, получилась у меня вот такая трубочка. Сейчас еще расскажу один момент. Если вы придете из газеты, и у газеты, вот как у меня получилось, вот я нарезала полосочки. И вот здесь вот у газеты, видите, с боков вот такое белое. И вы не делайте так, что, ну, придете вот с этой стороны, чтобы у вас потом получилась трубочка такая вот. Как, например, вот эта. А берем вот этой вот белой стороной, вот так вот закручиваем, ставим. Берем в точности так же. Вот под таким углом. Немножечко вот так делаем. Прижимаем. Делаем один раз крутоноги. И начинаем крутить. Потом покажу, что получится у нас. Крутим, крутим. Уже сама. Вот. Капаем клеем. Капельку клея. Подкручиваем. Вот. И снимаем. И у меня получилась вот такая трубочка. То есть, благодаря тому, что я скручивала ее вот с этой стороны и вот эту вот сторонку заднюю вот так вот белым к этому краешку, как вот мы закручиваем ее вот так. У меня получилась вот такая из газеты вот такая вот белая трубочка. Вот. Теперь я покажу вам, как плести трубочку из вот такой вот рекламки. Эту рекламку я визуально делю на четыре части. На четыре полоски. И разрезаю. Точно сказать, сколько на сантиметрах, скажу попозже. Сейчас скажу вам, сколько на сантиметрах у меня примерно. Примерно пять сантиметров полоска. Ну, пять-четыре сантиметра вот так вот. Так что рассчитывайте. Берем и разрезаем. Вот. И получилось. И получается у нас из такой брошюшки четыре вот такие полосочки. Вот. И опять разрезаем последнюю. Где вот у нас переплет, как бы у этой рекламки. То есть вот эта последняя полоска. Я здесь отступаю где-то два миллиметра, три и разрезаю ножницами. Я разрезаю ножницами. Где-то два-три миллиметра. Примерно. Где вот у нас переплет у рекламки. Например, у рекламки из пятерочки такого переплета нет. Ну, то есть там скобы. Скобы можно убрать так же ножницами. Легко и просто. Так. Вот. Я разрезала. Вот столько у меня получилось с одной рекламки. У полосочек. Теперь берем полосочку. И опять же. Так. Берем полосочку из рекламки. И так же. Вот видите, здесь светлая сторона у нас. А здесь она потемнение. Очень красивая. Поэтому мы берем светлую сторону опять задом к нам. И берем. Опять же так же спицу. Под таким же уголком. И. Вот так вот я немножко надавливаю. Вот видите. Надавливаю. И прокручиваю чуть-чуть. И уже начинаю ее крутить. И так. Когда вот видите. Я немножечко скрутила. Но мне не хватает, чтобы руками взять. Потому что я люблю в конце уже руками докручивать. А сейчас уже могу взять. И вот так вот берем. И я уже докручиваю руками. Только когда будете так делать. Слишком сильно не надавливайте. А то вы можете раздавить ее. Капаем клея. И закручиваем. Заклеиваем. Вот. Если у вас вдруг раскручивается. Капните еще. Вот. Когда вы включили трубочку. Не торопитесь. Не торопитесь ее снимать. Не торопитесь когда вы расклеиваете ее. Вот. Вот. И теперь снимаете на список. Вот у меня получается вот такая трубочка из проширки. Вот. Таких полосок. Также теперь опять можем сравнить. Что видите. Трубочка из газеты. И трубочка из рекламки. Короче. Но она получается тоньше немного. Это видно. Вот. Ну все. На этом закончился наш мастер-класс. Еще раз скажу вам все эти лайфхаки, которыми я пользуюсь. Лучше всего плести нужно трубочками из газет. Потому что они получаются. Плетение у вас мягче. Оно получается без дырочек. Без всяких косяков. Без пробелов и просвета. Так же, чтобы трубочка у вас получалась вот такая вот светлая. Нужно брать... Нужно брать вот такую вот... Как взяли газетную полосочку. И вот такой стороной ее прески. То есть вы закручиваете вот так. И она у вас получается потом белая трубочка. Чтобы трубочки у вас получались длиннее, красивее и прочнее. Вы слишком не надавливайте, но держите так, чтобы она у вас не раскручивалась при скручивании. Спицу лучше взять тоненькую. Вот такая вот у меня спица. Вот. И без вот таких вот наконечников. Так же для простоты резки вот таких полосочек лучше брать канцелярский нож. Или такой ножик еще продается в магазине тканей. Так, ну и вроде бы все. Все лайфхаки на сегодня, которые я вам рассказала. Главное в этом деле не торопиться и делать все спокойно. И тогда у вас трубочки получатся ровные и будет быстро. Не пугайтесь, если у вас будет вначале не получаться. Это все дело техники, времени. Вот. У меня сначала тоже не получались. Получались очень толстые. Чтобы они очень красиво и аккуратно. Теперь вот такие вот. Вот. Так что тренируйтесь, делайте, не спешите. Главное не торопиться. Все. Всем пока. С вами была Катя. В следующем видео я покажу вам, как плести шкатулку с крышкой из таких газетных трубочек. Оставайтесь со мной. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!